На штабе по комплексному развитию региона губернатор Алексей Русских в первую очередь озвучил итоги работы на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022». По словам главы региона, на площадке форума было подписано соглашение с Министерством обороны Российской Федерации о строительстве объектов для размещения Ульяновского гвардейского суворовского военного училища. Как отметил губернатор, материально-техническая база учебного заведения нуждается в модернизации. Училище имеет славную историю и богатые традиции, поэтому мы не имеем права его потерять. Суворовскому училищу будет дан новый импульс развития. Земельный участок под образовательное учреждение уже выделен в Заволжском районе Ульяновска. На этой неделе пройдут уже первые совещания по подключению к сетям. Алексей Русских напомнил, что продолжается сбор общественных предложений по развитию бывшей территории Суворовского училища. Эта зона в перспективе должна стать местом силы для ульяновцев и гостей нашего региона. Также на форуме Алексей Русских провел переговор с заместителями министра обороны Российской Федерации о формировании двух именных батальонов – артиллерийского и саперного. Я благодарю каждого жителя нашего региона за мужественное решение. И хочу отметить, что и государство, и региональные власти окажут максимальную помощь каждому из тех, кто поступил в эти батальоны, и вашим семьям. В результате совещания с финансовым блоком мной принято решение увеличить единовременную выплату бойцам батальонов до 300 тысяч рублей. Глава региона подчеркнул, что ежемесячное денежное довольствие военнослужащих будет составлять от 220 тысяч рублей. Они также будут обеспечены всем необходимым – экипировкой, медицинским обслуживанием, страховкой и другими льготами. Кроме того, по поручению губернатора подготовлен указ, согласно которому членам семьи военнослужащих, проходящих службу в войсках Национальной гвардии Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, предоставят дополнительные региональные и муниципальные меры поддержки. С ними можно будет ознакомиться на сайте правительства региона и в СМИ. Следующей темой обсуждения штаба по развитию региона стала реализация на территории Ульяновской области национального проекта «Безопасные и качественные дороги». По словам спикера, этой же теме посвящена текущая неделя. Основными целями национального проекта является повышение протяженности дорог, находящихся в нормативном состоянии, и снижение смертности в дорожно-транспортных происшествиях в 3,5 раза к 2030 году. Как отметил исполняющий обязанности председателя правительства Ульяновской области Евгений Лазарев, финансирование в 2022 году регионального проекта региональной местной дорожной сети составляет 2 миллиарда 877 миллионов рублей, из которых чуть больше миллиарда рублей – средства федерального бюджета. Оставшаяся часть – это консолидированный бюджет Ульяновской области. Для достижения показателей в рамках регионального проекта будет отремонтировано около 108 километров автомобильных дорог, это 95 километров областных дорог и 13 километров уличной дорожной сети города Ульяновска. В настоящее время на 17 объектов, а это 57 километров, работы уже завершены, и на 21 объекте, это 53 километра, работа продолжается, общий процент выполнения составляет 81%. К сожалению, показатели аварийности на дорогах региона удручают. По итогам 7 месяцев текущего года на 23,5% увеличилось количество погибших в результате ДТП. Однако на 15% снизилось количество ДТП, зафиксировано 522 случая, тогда как за аналогичный период прошлого года – 614 случаев. В регионе продолжают проводить различные профилактические мероприятия, чтобы снизить показатели аварийности. О подготовке к предстоящему отопительному сезону и проведении гидравлических испытаний в Ульяновской области доложил министр ЖКХ и строительства региона Александр Черепан. В целом готовность региона к отоп-сезону с учетом органов исполнительной власти и муниципальных образований составляет 88%. По муниципальным образованиям в рейтинге мы рейтингуем ежепрактически недельно муниципальные образования. Хорошие показатели в целом готовности показали пятерку сверху, назову Меликевский район, Чердаклинский район, Ульяновский район, Корсунский район, Теренгульский район. Хуже с темпами справляется Новоспасский район, Базарно-Сызганский район, Радический район, Кузоватовский район. Александр Черепан отметил, что до 28 августа планируется завершить гидравлические испытания и ремонтную кампанию на сетях. Сейчас испытания проходят на территории Ульяновской и Димитровграда, а в Инзенском и Ульяновском районах устраняют порывы. В ходе испытаний выявлено 518 порывов, 473 уже устранены, что гораздо меньше, чем в прошлом году. По словам министра, такие результаты дают финансовые вложения в ремонтную кампанию сетей. Благодаря этому их надежность повышается. Как идет реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ульяновской области в 2022 году, отчитался директор фонда модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области Руслан Хайрудинов. Планом 2022 года предусмотрено проведение 792 видов работ в 263 многоквартирных домах на территории Ульяновской области. По стоимости это составляет более 716 миллионов рублей. В настоящий момент в 39 многоквартирных домах работы уже завершены, в 70 работах проводятся. Если сравнивать в процентном соотношении, то процент выполнения по строительно-монтажным работам составляет более 50% без учета замены лифтового оборудования. Что касается лифтового оборудования, как сказал директор фонда, в настоящий момент строительные организации проводят его обследование и проектирование. С 10 сентября начнутся строительно-монтажные работы на объектах. Одной из ключевых тем штаба по развитию региона стал вопрос о готовности образовательных организаций Ульяновской области к новому учебному году. До его начала остались считанные две недели. Как отметила министра просвещения и воспитания Ульяновской области Наталья Семенова, на 15 августа все образовательные организации, а их в регионе 741, приняты к новому учебному году. К приемке к новому учебному году не предъявлялось 11 образовательных организаций, 10 школ и один детский сад. Это те образовательные организации, которые вошли в программу капитального ремонта, а их 6. И оставшиеся это те учебные заведения, которые ремонтируются по региональной программе развития образования. Ремонтные работы во всех, кроме одной школы в Радическом районе, также будут завершены до начала нового учебного года. Что касается Октябрьской средней школы в Радическом районе, сроки выполнения ремонтных работ, по словам министра, пришлось сместить по технологическим причинам. Все ремонтные работы в этом учебном заведении будут завершены до 20 сентября. Временно школьники будут учиться в соседнем здании этой же школы. По словам министра, до конца этой недели также завершается прием школьных маршрутов. В 12 муниципальных образованиях школьные маршруты приняты на 100%, а в остальных разные ситуации. У кого-то по графику еще не принят ни один маршрут, у кого-то приняты частично, и есть замечания для их устранения как раз-таки срок до 20-го числа. Поэтому к началу нового учебного года и маршруты школьные в том числе будут приняты. И в заключении заседания штаба остановились на ситуации и принятых мерах по подготовке учреждений здравоохранения региона к росту заболеваемости ковид. С 13 июля текущего года наблюдается рост заболеваемости ковид-19. Прирост начинался с единичных случаев, а за последнюю неделю ежедневно фиксируется до 23 новых случаев. В настоящее время в Министерстве здравоохранения проведена работа по готовности и к госпитальной базе, и вообще в принципе медицинской службы к новой волне коронавирусной инфекции. Это касается и готовности госпитальных баз в части обеспечения кислородом. Основными госпитальными базами контракт поставки кислорода заключены в необходимом объеме. Также мы работаем в вопрос обеспеченности средствами индивидуальной защиты. Основная задача на сегодня, как подчеркнула руководитель ведомства, сформировать коллективный иммунитет, который за последние месяцы снизился. А для этого необходимо вновь вернуться к активной вакцинации населения. В настоящее время в регионе функционирует 44 стационарных пункта вакцинации. При необходимости будут вновь открыты дополнительные пункты вакцинации.